Мир вам, Игнат Тихонович. С миром. Вот я доехал благополучно, все, спаси Христос. Тебя спаси Христос, помог тут хорошо. Да, я благодарю, что вы позволили к вам приехать. Да. Все благополучно. Слава Христу. Да. Уже я и Володе написал, и Николаю Георгиевичу, потому что я приехал и вам. Мы уже благодарили Бога. За молитву становимся, пообедать, и тебя вспоминаем. Спасибо Христос, благодарю. Вот у меня проповеди ваши. Ага. Проповеди в стихах. Все четыре? Все четыре. И вот Николай Георгиевич мне... Это Мурком. Тома. Есть несколько томов. А где он взял их? Так что, Игнат Тихонович, у меня материалов много. Ну давай. Занимай ум. Хорошим. Говорят, что-то... Это вот... Рядом со мной это отец мой, Владимир Николаевич. Ну, так, так. Так. Добрый день. Здравствуйте. Спаси Христос, что отпустили сына. Он сильно помог нам. Понравилось. Что скажешь, делай бегом. Я люблю, чтобы все бегом делали. И он ни одного замечания не получил. Да еще собачку выгуливал. С шариком. Так, если я что-то буду нужен вам, говорите. Мы можем побеседовать. Тем более у вас огромный материал мой. И к истинам православия, и сколько томов. Вот, Игнат Тихонович, такой вопрос. Если... Хотелось бы узнать по поводу книг. Что там с книгами, типографией? Если вы можете, скажите. Ну, начинаю. Вроде бы бумагу вот закупили. Потому что бумага идет, видимо, через Китай. Бумажные комбинаты все позакрывали. А тут миллионы кубометров в Китае гонят лес из России. А они теперь не имеют конкуренции. Назначают любую цену. Только чтобы закупить бумагу, пришлось нам заплатить 3 миллиона 800 тысяч. И сейчас как-то... Будто бы начинают они пока там что-то... Ну, договорились, что Николай Сироткин будет у них, согласно договору, смотреть. Как корочки, форзац, каптал. Ну, все остальное, чтобы было, как по договору есть. Сразу нужно готовить уже еще 4. Ну, если там какая-то помощь нужна будет, мы же тоже здесь находимся. Может быть, он пусть обращается, если ему надо. Ну, я не знаю. Тверь далеко от вас? Тверь, да. Сколько? 450 километров где-то. Ну, так что, ближе всех видно Николай Сироткин. Он будет проверять там. До этого был Иван Грибанов, вот который издавали в Можайске. А теперь у них очень большие предприятия, и они в разных местах. Нас туда перенесли. Ну, и Николай будет туда заговориться. Его записали, что на пропуск дадут. А еще хотелось узнать, что-то Вячеслав утром на молитвах говорит, что контейнер какой-то надо приобрести. Да, там это надо выходить на Борцово. Потому что они никак меньше тысячи экземпляров никак не берутся. Ну, им никак. И поэтому договорились, что 500 экземпляров, а там где-то у вас будет. Потому что они не покупают. А что проданы будут, деньги перечислят. И теперь они смотрят, кто будет. 500 экземпляров. А 500, учитывая, что 7 в каждом, 5,7. 35. Вот и считай, сколько будет. Вот еще такой вопрос. А, вы мне скажешь? Нет, я не знаю. А, и давайте я сейчас. Да. У вас кроты вас мучают, у вас ролики есть по кротам. Но есть дерево. Я в свое время, у нас был крот тоже, я в свое время изучил. И есть такое дерево. Если его посадить, то кроты уходят. И Сережа в этот раз, когда хотел поехать, я думал, он поездом поедет. И я ему знаю, где это дерево прикопать и отправить. Но он говорит, я поеду самолетом, и у меня, не знаю, возьмут это дерево, там можно самолетом или нет. И он не взял. Ну, теперь какие-то ребята там с вашей общины собираются к вам в сентябре приехать. И мы хотели это небольшое гелице с ними переслать, если удастся. Вы не будете против? Нет. А что там вы говорили? Я не понял. Крапива что-то такое? Не крапива, дерево. Такое... А, про кротов я вам говорю. Я вам говорю кроты. У нас кротов много. Есть такое? Да. И у нас такая же история была с кротами. Потом существует дерево в природе. В природе есть дерево. Дерево, оно как кустарник. Вот. Если это дерево посадить, то кроты уходят, не живут на этой территории. И мы хотели такое дерево вам прислать. Нет. В сентябре. Я капканы могу поставить, пока терпимо. Вот когда приехали, начали строить-то. Кроты, я их поймал штук 50, вычистил. А сейчас они опять расплодились. Ну, я не трогаю. Я их капкан ловил сколько. Ну, вот смотрите. Мы хотели это дерево к вам туда прислать. Вы не будете против, если вот эти ребята в сентябре к вам едут, они возьмут и к вам привезут это дерево? Ну, а что оно дерево-то? Дерево в одном месте, а он на целом гектаре. Нет, он не должен, не должен, Игнатий Тихонович, не должен быть. Не знаю. Есть такое дерево, у него, значит, она, знаете как, дерево наподобие рябины. Наподобие, наподобие, схожие, но не рябины это. Вот. У ней гвоздь такая, как виноградная, ну, а по цвету красная, как рябина. И сложена так же, как рябина, вот, ну, можно сказать, в гвоздь винограда. Вот такое дерево. Я не знаю, как оно называется, но такое дерево есть от кротов. И Сережа вот собирается, говорит, предложим этим ребятам, могут они, наверное, взять. Они едут поездом к вам в сентябре. Могут взять это дерево. Игнатий Тихонович, вы не отказываетесь, вы просто согласитесь и попробуем. Ну, да попробуй, пробачок. Туда натолкать ему в нору или что? Или он просто... Нет, посадить, посадить. Нет, посадить дерево. Вот это дерево будет расти наподобие рябины. Не очень рослое оно такое, наподобие рябины. Так сколько оно будет расти-то? А он всё дегрызёт. Тут у меня под окном где-то больше десяти кущ уже стоит. Я думаю, если вы его посадите, оно как-то быстро так растёт. Через год у вас никаких кротов не будет. Я так думаю, потому что проверено. А я находил в интернете эту информацию, что надо от кротов посадить вот это дерево. И в Ютубе раньше было. Одна девушка там рассказывала, у них были кроты, они не знали, как с ними сделать. Но, говорит, им подсказали, они посадили это дерево, и кротов не стало. И я тоже самое сделал. У нас был крот тоже. Откуда он приходил, как он там на участках был. Но я сейчас его не видел. После того, как дерево посадили, я не видел кротов. А то приходишь, они прям днем там вылазят из норы и сам ничего не видят, а сидит возле норы. Нет, у нас возле норы никогда его даже не видно. Куча, и он его запечатает, ход, и всё. Его никто не видит. Он под землёй ночью работает. Ночью работает, но здесь было такое. Он вот как слепыш, у него глаза закрыты. Он сидит как мышонок такой, побольше чуть. Да нет, тут большие, 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 как котята. Ну да, бары большие такие. И вот смотрите, если мы вам пришнём, это не будет ругательно, да, для вас? Да нет, я не буду возиться с этим. Дерево тут, тут деревьев хватает. Никто не будет это. Тем более они у нас, смотри, где баня. Около бани. А если дерево такое расстояние 50-60 метров, оно не повлияет. Повлияет, повлияет, не будет вообще. Ну, может быть, там, я не знаю, какой радиус, но не будет это точно. Потому что вот мы тоже там не одни на участке, ни у кого нету сейчас котов. А я один только посадил это дерево. Не знаю. Я не против, пускай садят. Хорошо, хорошо, спасибо. С Володей договаривайтесь. С Володей, хорошо. А здоровье как у вас, Игнать Тихонович? Здоровье, если можете, поделитесь. Ну, что здоровье-то? Труба-то как упала на голову мне. А вчера я, Володя сказал, там, ну, картошку надо с сорняки брать. Я наклонно вот так вот работал вниз головой. Я, видимо, позвоночник-то там все-таки есть. И как-то растянулось. Я уже вечером не могу ходить, у меня вот так вот мотает. А я же ночью выхожу на улицу молиться при звездах-то. И прямо никак. А сегодня поехали солодки купить. Ему надо солодки было, Николаю. Ну, и накопали ему. Вернулись назад. Я даже никуда сегодня не пошел работать. Если поползти, грядка лука, я на мешке ползу. А тут никак. Картошка. И вот по пояс такой, ну, поздно садил Володя. И дожди, дожди. И сорняк такой же. И вручную, без тяпки, без всего надо только вырывать. А я вырывал, видимо, где-то положил на картошку. Вот так. Игнать Ильич. Да. Еще была такая история, я вам расскажу. Сережа говорит, у вас может тоже так возникнуть. И говорит, скажи, Игнать Ильич, об этом. Тетя у нас здесь была. Ей 92 года была. Вот по возрасту 92 года. И она, может быть, лет 20 вот так, может так 70 лет вот так с возраста. Не могла ходить в туалет. Плохо ходила в туалет лет 20 вот. Пока я это не узнал. Я вам сейчас по порядку все расскажу. Когда она обращалась к врачам, а как ей подлечиться и что сделать? И врачи ей советовали, там есть у них какие-то специальные свечи, там вот она покупала эти свечи. Но они как-то ей особо не помогали. И вот она мучается всегда. У ней поесть это проблема, потому что сходить в туалет не может. Но потом, когда я узнал эту историю, а я узнал только когда ей уже 90 с лишним лет было, а раньше я не знал. Когда я уже стал как сказать, что сиделка с ней. Я об этом узнал. И я знаю, чтобы хорошо ходить в туалет, надо делать одну вещь. Вот кепинамбур, натереть мелко на тёрке одну столовую ложку и смешать с маслом. И за 10 минут до приема, вот три раза кушаете, три раза надо натереть топинамбур и смешать его с маслом одну столовую ложку до приема пищи. За 10 минут. И примерно, вот по ее примеру, я это на мои глаза было, через 10 дней все, ничего у вас такого, каких-то затруднений не будет. Но дней 10 придется еще подождать, если каждый раз вот эту процедуру делать. Сережа, этот кепинамбур вам туда отвозил, и вы вроде бы посадили его. И он говорит, что вроде бы Володя его не копал прошлый год, а сейчас вроде бы в этом году он там стоит. Вроде бы есть. То есть, он поспеет 1 октября. Если есть затруднение сходить в туалет, вот, то этот вопрос мной проверен был и изучен в интернете. Вот, за 10 минут до еды одну столовую ложку, одну столовую ложку протертого топинамбура смешать с маслом. Я не пойму, что протерто-то? Какое-то... Название я не понимаю. Топинамбур, непонятно вам топинамбур? Не знаю. Ну, Володя там посадил на саман, он внизу там посадил на участке, он знает, у него растет. А, ну-ну-ну-ну. Как подсолнух растет, и у него корень такой. Да-да-да, вот этот корень, корень, Игнатьевич, он поспеет 1 октября. Раньше нету смысла, Игнать Игнатьевич, 1 октября. Вот этот корень натереть на терке и смешать с маслом одну столовую ложку за 10 минут до еды. Пройдет 10 дней каждого приема, и после этого, если он у вас будет, топинамбур, постоянно в приеме, проблем у вас никаких не будет. Вы забудете, что это когда-то случалось или было. Так было с моей тетей, которой 20 лет вот это не знал, я просто не знал. Супруга, она по линии супруги моей, тетя, она мне, супруга, не говорила об этом. А потом она только, когда я сказал, что я вот сижу с тетей, в туалет не может ходить, свечи, за свечами меня посылает. Она говорит, да это у нее, сколько лет, она сама не помнит, сколько лет. И вот этот метод я ей предложил. Она согласилась, она согласилась. И я заметил, через 10 дней все, Игнатий Тихонович, никаких болей, никаких проблем нету. Никаких, вот, и она мне сказала, что она даже не знала об этом. А метод вот такой простой. А масло растительное подсолнечное? Масло растительное подсолнечное мы применяли, но там написано, что надо оливковое. Но мы по обычной простой подсолнечное применяли. Да-ка, что, оливкового у нас нету, у нас подсолнечное. Подсолнечное мы тоже подсолнечное масло. Игнатий Тихонович, вот, смотрите, одну столовую ложку этого, как бы, кипинамбура и немножко масла туда. Перемешаете за 10 минут до еды, за 10 минут до приема пищи, вот, три раза. И через 10 дней вы увидите, что все, у вас ничего, никаких проблем не стало. В интернете способов показано, тьма тьмущая, и никуда не уходит ничего. Ну, это способ, проверенный мною лично. На человеке, который 70 лет страдал, может быть, и раньше еще, а в 92 уже вот он, когда мне стало известно, когда я сидел уже с ней, некому сидеть, я с ней сидел. Вот такое произошло. Хорошо. Такого-то у нас сейчас лекарства-то и нету. Лекарства и сейчас нету, но у вас кипинамбу растет, есть. А я не знаю, где-то, может, растет у Володи там где-то. Да, у Володи есть. На Саманном участке там. Есть на Саманном, но он еще не созрел, ему еще два месяца надо, чтобы он созрел и образовался. Вот. И его надо собрать будет. Ну, смотрите, ну, это с Володей надо говорить, что надо делать, как собирать. Ну, ему напишите. Хорошо. Подробно напиши, и все, и на меня скинь. Да, хорошо, так и сделаем. В общем, вот такие у нас, как бы... Новости такие. Новости. Нет, это не новости, а просто... Сережа говорит, Игнатий Тихович говорит... Говорит, приедешь, соединитесь. Вот мы с вами соединились. Тут затруднение еще в чем. Я работал на очень тяжелых работах. И у меня огромный геморрой. И сделали операцию. Это была большая ошибка. Но по-другому никак нельзя было. А теперь это все сказывается. Да. Про геморрой что мне известно? В мире, во всем мире, примерно 75% людей страдают геморроем. Во всем мире, Игнатий Тихович. Но лечится очень легко. Сейчас метод этот скажу. Я когда... Вот у тетки, у нее тоже небольшой геморрой был. И вопрос какой. У нее тоже геморрой был. И я стал изучать этот вопрос. И там была информация, что 75% населения мира, мира, страдает от геморроя. А лечится он очень простым способом. Вот слушайте, какой способ. Берете морковку. Морковку. И чистите ее сантиметров 5 длины и толщиной в карандаш. И на ночь засовываете в попу туда пальцем. Пальцем. И тут же пройдет дни 5. Или примерно дни 5, наверное, у тети. Это тоже я с ней проделывал. Дни 5, наверное, прошло. И вот эти шарики, у ней шарики были такие. Они пропали. То есть рассосались. Вот такой способ. Болезнь злободневная охватывает такой объем населения. Но население не знает, как лечиться. А было сказано, что лечиться очень просто. За 5 дней. Берешь морковку. 5 сантиметров длины. Очищаешь ее, как в карандаше. Засовываешь на ночь. На ночь. Когда спать ложишься. На ночь. В попу. И примерно через 5 дней этих шариков у ней не стало. У ней шарики такие были. Выскочены оттуда. Вот. Они, говорят, тоже болезненные. И через 5 дней никаких шариков не было. Если у вас там кто-то есть с этой болезнью, проделайте вот эту процедуру. Это очень быстро и наглядно. Прям быстро. Ну, 5. Ну, может быть, там 5-7 дней. Все. Никакого геморроя нету. Нет. Дело в том, что не шарики. А там вот такие вот выросли. Как палец. Это от тяжелой работы. Очень тяжелой. Игнатий Тихонович, вот там было про геморрой сказано. 75% планеты. Планеты на Земле. Страдают от геморроя. 75% Игнатий Тихонович. Так вот и проходят вот через эту болезнь. А лечится вот так. Конопроз Игнатий Тихонович. У меня... Можно было попробовать этот момент. На позвоночнике 3 грыжи. Одну делали операцию. Раздавлены межпозвоночные прослойки. Они выползли. Очень большая... Не выдерживала. Организм не выдерживал. Конечно, надо витамины постоянно принимать. Насчет витаминов есть такая загадка, Игнатий Тихонович. Я вам скажу сейчас. Ответ вы поищите. Может, найдете. И ответ мы вам в следующий раз скажем. Насчет витаминов и насчет здоровья общее. Сказано так. Наши руководители страны знают, как человеку быть здоровым. И приводится такой пример. Приводится такой пример. Он в виде вопроса и в виде ответа. Какую часть тела на лице туширует президенту Путину и туширует корреспонденту, который берет у него это интервью, когда идет съемка на телевидении. Это место ни одна женщина в мире, простая женщина, не туширует, то есть не закрашивает. И это место закрашивается каждым руководителем поликлиники. То есть в поликлинике, а как она называется там, он не главный врач в поликлинике, а заведующий поликлиники тоже знает, как определить здоровье человека и что посоветовать ему. Но, видите, это скрывается и не говорится. Но на лице есть такое место, по которому определяется, витамин у вас достаточно или недостаточно. И там говорится, что основной витамин, который нам нужен, чтобы быть здоровым и сильным и бодрым, это один витамин нам нужен, который самый большой по расходу. Это витамин С. Но этот витамин при тепловой обработке, когда мы пищу варим, он разрушается на 85%, почти совсем разрушается. И он содержится только в свежих овощах и фруктах. Вот такую загадку мы вам загадаем. Может быть, сообщина кто-то посмотрит и скажет, а что это за место такое, по которому можно определить, человек получает достаточно витаминов в день или не получает? Ответ мы вам в следующий раз скажем. Знаете, у меня знакомый человек есть. Она дорогой едет, ну и человеку может сказать, она девушка или она уже пролетела. Да как оказывается, у парня тоже, она смотрит небо, на во рту небо. Там картинка показывается, меняется. Если ты уже соокуплялся с женщиной, то там меняется что-то. И она говорит это на 100% точно. Так что тут... Даже нет. Ну ладно, я скажу, это не небо, Игнатий Тихонович, а это вот краешки ушей, верх ушей, они должны быть красными. И чтобы не слишком не выделялось это, вот люди, которые знают это и которые хотят скрыть это, они закрашивают. Еще приводится там такой пример. Каждому человеку в старости приходится находиться в больнице, в койке больничной. И есть такое правило, что заведующий этой больницы или главный врач больницы, он обязательно два раза в месяц делает обход. И люди захватывают вот этот момент, находясь в больничной палате, когда главный врач больницы делает обход. Но говорится, что этот главный врач, он никогда не подойдет к пациенту на ближе, чем на полтора метра. Почему? А чтобы не раскрылся вот это, что они закрашивают вот эти ушки свои, чтобы люди как-то не обратили внимания, а почему это ухо затушировано. И вот это ухо, ухо показывает, насколько человек обеспечен витаминами. А витамин, самый главный, это вот витамин С у нас. А где он находится? Самый большой в укропе, Игнатий Тихонович. Укроп у вас есть? Тут вот какое дело. Когда перед самой войной приезжал министр иностранных дел от Гитлера, ну и по-хорошему расстались, и он фотографию Сталина долго рассматривал. Какие у него уши? Гитлер. Прилипают вот так вот, или в сторонку? Если прилипают, он сделал вывод, говорит, он не еврей. Видишь как? Конечно, все эти физиологии человека, она, конечно, известна кому-то, но, конечно, если изучать, все можно найти. Мы дорогой ездим когда, ну и разные загадки. Я говорю, загадаю, что вот у человека оно есть, если много, человек не знает, как избавиться. Все время избавляется. А если нет, он платит деньги, чтобы это было. А как? Я вот так руку показал, у меня в руке это находится. Ну и все начинают отгадывать. Две ошибки, а третья уже полбучил, еще дам ему. Ну что у меня в руке? Ну, никак человек не может. Игнатий, суть разговора нашего вот этого про здоровье о том, что и власти, и власти медицинские знают, как быть человеку здоровым. Но почему-то не хотят этот секрет раскрывать, их не хотят делиться. Невыгодно им, наверное. Так вот, что у меня в руке, я показываю, едем, говорю, что у человека, у каждого есть. Если избыток, он старается избавиться. А если нету, он платит деньги, чтобы было. Что у меня в руке, вот догадайтесь. Я знаю. Ну, знаешь, вот так. А ты, а ты, ну что? А я не знаю. Он не знает. Просто скажи. Супли. Да. Ну, это вот у человека нет соплей. А нет, у него вся пыль, все попадает туда. И специальная мазь продается за деньги, чтобы смазывать. Волосинки должны задерживать, там, волосинки внутри. Задерживать плохая атмосфера, когда там пыль идет. Это необходимо. А когда много, он все время у дворян, говорит, в кармане, а у простых людей под ногами. Спасибо, Христов, Сергей Технович. Слава Христу. Ну, ладно. Ну, ничего, на ногах ходим сами. Я сегодня за ночь, это 7 раз, наверное, поднимался. Вот так. Ну, как Богу угодно. Все, тогда отхожу. С Богом. Благодарю за вас. Все, благодарим вас, Игнать Технович. Аллилуйя. Я так хотел, чтобы встретились. Спасибо, Христов. С Богом. Благодарим вас за все. Аллилуйя. Всего доброго.